За что мы с вами любим компанию Jaguar? Ну, конечно, за эмоциональные спорткары и изящные седаны. По крайней мере, так было до 2016 года, пока не появился первый в истории марки Jaguar кроссовер под названием F-Pace. И сегодня именно эта модель является самым продаваемым Jaguar в мире. Понятно, что в мире сейчас буквально все сходят с ума по кроссоверам, но одной лишь яркой внешностью и, собственно, спортивным имиджем Jaguar тут явно не отделаешься. Современный и универсальный автомобиль должен быть практически гаджетом на колесах. И сегодня мы выясним, является ли таким гаджетом Jaguar F-Pace. С вами программа «Все включено». Поехали! Казалось бы, перед нами обычный F-Pace, который мы все хорошо помним еще с 2016 года. И тут надо заметить, что это один из самых ярких и красивых кроссоверов в классе. Действительно, здорово постарались дизайнеры Jaguar. Агрессивный передок с узкими фарами, приятные изящные детали. И главное, этот спортивный и стремительный силуэт. И, кстати, наш F-Pace в топ-версии S с развитым спортивным обвесом, и он от этого только еще красивее. Но надо сказать, что это не совсем обычная машина. Это F-Pace 2019 модельного года с самым последним небольшим обновлением. И, несмотря на то, что внешность здесь не изменилась, зато внутри появились полезные функции и фишки. Но для начала напомним о технической начинке этого автомобиля. F-Pace построен на современной модульной Jaguar с теплоформи IQ. И ее главная особенность – это полностью, практически полностью алюминиевый кузов. Здесь очень мало стальных и каких-то других усилителей. В основном все тело F-Pace сделано из алюминия. Конечно же, это давно уже стала фишкой Jaguar. И сделано это для снижения массы. Но современное шасси предполагает не только прочный и легкий кузов, но еще и грамотно настроенную подвеску. И, забегая вперед, скажу, что у этой машины очень приятный ездовой характер. Само собой, здесь применяется полный привод. Ну а этот F-Pace вообще один из моих любимых, потому что под капотом здесь 300-сильный 6-цилиндровый турбодизель. Но впечатляют даже не эти 300 сил, а крутящий момент – аж в 700 ньютон-метров. Очень темпераментный, очень тяговитый двигатель. И мне он, наверное, даже больше нравится, чем бензиновый компрессорный V6 мощностью 380 лошадиных сил. Конечно, да, у Jaguar есть мощная бензиновая версия. Но если вам кажется, что это слишком много и хочется какую-нибудь версию поскромнее, то у F-Pace есть и такие. Причем, если раньше между базовыми и топовыми версиями была очень большая разница в количестве лошадиных сил, то теперь есть и адекватные промежуточные варианты. То есть после 180-сильного турбодизеля идет турбодизель 4-цилиндровой мощностью 240 лошадиных сил и на вершине дизельной гаммы вот эта 300-сильная версия. А бензиновый F-Pace начинается от 250 лошадиных сил, затем идет 300-сильная версия, тоже 4-цилиндровая. И на вершине гаммы, как я уже говорил, 380-сильная компрессорная версия. F-Pace становится гаджетом еще до того, как вы сели в машину, потому что можно использовать не просто обычный брелок, но еще и специальный водонепроницаемый браслет. Сделано это для того, чтобы вы могли оставить привычный брелок внутри автомобиля, запереть его и пойти, например, купаться с этим водонепроницаемым браслетом. Затем, чтобы отпереть автомобиль, нужно прислонить этот браслет в специальное место на крышке багажника. Очень удобно. Вот и приложение. Но помимо этого, и это, наверное, самое интересное, здесь можно создавать свои собственные рабочие столы и конфигурировать их, как вам захочется, добавляя нужные приложения. Ну да, вы скажете, в принципе, ничего особенного такое есть уже на многих автомобилях, на многих мультимедийных системах. Но самое главное, то, как это реализовано, потому что неоднократно мы встречались с тормозящими дисплеями, у которых неадекватный отклик, которые медленно работают. Но здесь все очень и очень здорово сделано, очень быстро, практически как в вашем телефоне, в каком-нибудь современном действительно смартфоне. Обратите внимание, как здорово система откликается на нажатие, как ясно и быстро все она выполняет, все ваши команды. Все очень и очень здорово, и это действительно удобно, с этим приятно работать и этим приятно пользоваться. Что касается навигации, то здорово здесь она проработана. Смотрите, интерфейс похож на гугловские карты, но от этого эта система становится только удобнее. Посмотрите, как здорово все сделано. Наглядный дизайн и очень удобно этим всем пользоваться. Например, можно ткнуть любую точку, нажать на нее и сразу же построить маршрут. Учитывая навигация пробки, наверное, не так, конечно же, эффективно, как в том приложении, которое всем нам известно, но тем не менее, пользоваться этой штуковиной удобно. Здесь есть слои, сразу же можно поставить 3D вид или, например, сделать вид даже со спутника, или посмотреть панорамы улиц, если ваш эфпейс подключен к интернету. Кстати, что касается подключения к интернету. В автомобиле есть слот для сим-карты, и при необходимости эфпейс может раздавать Wi-Fi пассажирам на борту. Ну и посмотрите, какая роскошная картинка с камеры заднего вида. Отменное разрешение, четкое качество изображения. Просто одно удовольствие парковаться с такой картинкой. Есть здесь и система кругового обзора, на ней тоже высвечивается траектория, и причем каждую камеру можно активировать отдельно. Разумеется, есть и связь с телефоном по интерфейсу Bluetooth, и голосовое управление, и жесткий диск на 10 ГБ для того, чтобы можно было закачать туда свою музыку, и разъемы USB. Их здесь два в центральном подлокотнике, и два еще сзади. Но помимо таких привычных функций, которые уже, в принципе, знакомы по многим автомобилям, есть и более интересные фишки. Например, функция двойного изображения. Это когда водитель и пассажир смотрят на один экран, на центральный, но видят при этом разную картинку. Например, пассажир может смотреть фильм с флешки, а водитель при этом пользоваться навигацией. Кроме того, есть еще и некоторые полезные функции и возможности сопряжения эфпейса и его мультимедийной системы со смартфоном. Например, если скачать приложение Jaguar InControl Apps, то через него можно устанавливать адаптированные для эфпейса приложения, например, аудиокниги или еще какие-то. И тогда, если соединить смартфон с машиной через провод USB, то можно будет управлять этими приложениями прямо с экрана мультимедийной системы. Понятно, что в этом списке нет каких-то очень популярных приложений, которыми вы пользуетесь каждый день, но говорят, что скоро появится Яндекс.Навигатор. Но все-таки хочется кое-чего большего. Например, пока еще сюда не внедрены интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. И также очень ждем, когда же все-таки на эфпейсе появится беспроводная зарядка для смартфона. Гаджеты гаджетами, но хочется поговорить и о том, как едет этот Jaguar. А едет он, конечно же, очень и очень весело и задорно. Ведь помимо этих трехсот лишних сил и семьсот метров крутящего момента, здесь еще и хорошо азартно настроенное шасси. Очень точно и живая фейс реагирует на руль. Нет никакого сноса на входе в поворот. Прямо азартно так поворачивает машина. Хочется на ней больше и больше поворотов получать на своем пути. В общем, баланс у шасси здоровский. И это касается и плавности хода. Достаточно такая плотная, собранная подвеска, но при этом ничуть не дискомфортная. Есть здесь основной комплекс систем, который базируется на фронтальном радаре и на камере переднего обзора, которая стоит вот здесь, перед зеркалом заднего вида. Это и адаптивный круиз-контроль, и система экстренного торможения. Кроме того, можно сказать, что у F-Pace появился практически полноценный автопилот. Понятно, что машина сама еще не ездит самостоятельно, но, тем не менее, здесь появилось подруливание в полосе. То есть, если вы включаете адаптивный круиз-контроль, и больше того, даже если его не включить, достаточно нажать клавишу на руле, и тогда машина поймает линии разметки и будет самостоятельно держаться по центру полосы. Причем будет делать это не только напрямую, но и в пологих поворотах. Имеется и привычный контроль мертвых зон, причем у него расширились возможности. Теперь, если вы смещаетесь в другую полосу, не используя поворотник, или, например, не видите там поменьше, не только предупреждает вас специальными диодами в зеркалах, но и самостоятельно может отрулить, чтобы избежать столкновения. А с системой распознавания дорожных знаков гигуаровцы поступили еще умнее. Теперь машина не только видит дорожные знаки и выводит, например, ограничение скорости на проекционный дисплей, но и подстраивает вашу скорость согласно этим ограничениям. Это значит, что здесь есть так называемый адаптивный ограничитель скорости. То есть машина не дает вам разогнаться не только согласно установленному вами значению скорости, но и согласно действующему ограничению. Например, если вы выезжаете из зоны ограничения 60 в зону ограничения 80, то система автоматически позволит вам разогнаться с 60 до 80 км в час. Ну что ж, я думаю, Jaguar F-Pace доказал нам, что он не просто красиво выглядит и задорно едет, но еще и обладает продвинутой мультимедийной системой и знает толк в современной электронике. Так что фраза «гаджет на колесах» к этой машине подходит как нельзя лучше. С вами была программа «Все включено». До встречи!